Здравствуйте! Меня зовут Рауфа Рахимова. Вы смотрите очередное интервью на YouTube-канале «Время свободных». Наш гость Андрей Пателицын, известный политтехнолог. Будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Скажите, что происходит в России? Насколько, на ваш взгляд, влияние Алексея Навального, связанное с его возвращением в Россию и последующим задержанием изменило ситуацию. Многие предсказывали, что после возвращения Алексея Навального мы проснулись в другой стране. Вы согласны с этим? Не в такой мере, как многие действительно трактуют эту ситуацию. В том смысле, что, наверное, мы начинаем просыпаться. То есть, вот это было бы вернее. И, безусловно, что дело тут не только в Навальном. Потому что, ну, Навальный – это однозначный триггер. Конечно же, понятно, что думали, считали и предсказывали ситуацию, но возвращаться, не возвращаться. И многие говорили, что вот сейчас ему не возвращаться нельзя, потому что самый подходящий момент и так далее. То есть, это все говорит о том, что, ну, Навальный является неким таким стимулирующим фактором. Не все связывают свое недовольство существующим режимом в стране непосредственно с позицией Навального. То есть, вот последние события и в Уфе, и в Москве, и вообще по всей стране вот эти протесты 23-го и 31-го, они показали, что это целый комплекс проблем. И потому, ну, безусловно, я лично не отношу это все только к появлению Навального. То есть, если бы Навальный не вернулся, то эти бы события случились, возможно, там, не сейчас, а через два или три месяца. Однозначно, среда готова к каким-то изменениям, к каким-то претензиям к власти. То есть, вот этот момент уже пройден, когда, ну, вроде бы, и существующие всегда претензии гасились при помощи какого-то инструментария. Сейчас это стало выходить на улицу. Ну, а Навальный это всего лишь какой-то вот важный, но не одиночный фактор вот этого протеста. А вы сами как относитесь к Навальному? Вы хотели бы такого президента России? Ну, предполагать Навального президентом России, это уж слишком гипотетическое предположение. Но он заявляет об этом? Нет, он заявляет, как всякий политик, он заявляет максимальные амбиции и так далее. Но лично я к Навальному всегда относился одинаково и сейчас, и до этого. С определенным подозрением и вопросами и к прошлому, и к настоящему, и к некоторым позициям. То есть, вот позиция по Крыму, например. То есть, человек тщательно ее обходит. Причем, очевидно, имея свое мнение на эту тему, он его не высказывает, только исходя из соображений политической выгодки. Сельсообразности, да. То есть, он не выбрал еще, как бы, какая аудитория больше. Та, которая поддержит его, если он скажет, что Крым инвексирован, или та, которая скажет, что там все правильно сделали, там Крым наш. То есть, это вот говорит, ну, наверное, все-таки о каких-то политических инстинктах, но при этом не выглядит настолько же, там, скажем, чистым и искренним, каким он себя позиционирует как политик. Вот, сложные у меня отношения, то есть, я его, как и многие, не сложил до сих пор до конца. Каков ваш прогноз развития ситуации в России в этот выборный год? Как вы думаете, ситуация в России будет радикализироваться по сценарию Белоруссии? Почему-то в России администрация президента и вообще все силовые структуры ведут себя достаточно агрессивно, и многие политологи считают, что это неправильно, что власти как будто бы не готовы никакому компромиссу, власти не готовы услышать гражданское общество, и власти не готовы никаким переменам. Или вы видите другие сигналы? К сожалению, пример Белоруссии, вот то, что сейчас происходит в Белоруссии, он очень вдохновил Кремль. Несмотря на то, что еще, может быть, 2-3 месяца назад было, ну, такие, 3 сценария Михаила Виноградова, так называемые. То есть, это крепость, там, значит, некое послабление и попытка компромисса, да, то есть, конечно, на данный момент мы видим крепость. И это скорее в стилистике кремлевской власти, чем попытка, там, что-то изменить. Почему так агрессивно силовики? Ну, потому что, на самом деле, у них нет другого модуса операнди, то есть, они вообще не сделаны для того, чтобы с кем-то договариваться. Это второе. И потом, есть еще очень силен стереотип у российской власти, причем не только у власти Путина, это было и при советской власти, и даже раньше, стереотип о том, что любой компромисс – это слабость. Да. То есть, вот эта вот колоссальная ошибка, она даже, вот, как бы, перекрывает прагматизм нынешней власти, которая, ну, вот, я всегда говорил, что, слава богу, что, там, коммунисты были за идею, и они были способны уничтожить, там, страны и народы. А, слава богу, нынешняя власть, она не за идею, она за деньги. И вот это нас, может быть, спасет, потому что вот этот прагматизм, вот эта, ну, жадность, жадность и стремление к наживе, они не позволяют совершать самоубийственных шагов. Но они же должны прочувствовать эту опасность к их состоянию, к их богатству, угрозу потери. Очевидно, что логика следующая. Если мы сейчас начнем обсуждать конструкцию власти, то она видоизменится, и кто-то из нас или все потеряют то, что имеют. То есть, вот такое прямолинейное нежелание, вот, никакого диалога, никаких вариантов, говорит о том, что они рассматривают только два варианта, то есть, или пан, или пропал. То есть, или удержался и сохранил активы, или не удержался, и у тебя все отберут. Это именно то, что сделали бы они, меняя, там, другую власть. То есть, ну, как все нормальные или обычные люди, они судят по себе. То есть, они бы поступили так, то есть, придя к власти, они бы все отобрали. То есть, вот потому они этого панически боятся. Ну, мне кажется, они все-таки не предполагают второй вариант пропасть. Ну, конечно, ну, как любое живое существо всегда рассчитывает на продолжение существования. Все будет хорошо или не будет, да. Глеб Побловский, известный политтехнолог, который участвовал в создании имиджа сильного лидера, в создании имиджа Путина как сильного лидера, как-то в одном из интервью сказал, цитата, «Россия в нынешнем виде неудавшийся эксперимент. Мы наблюдаем саморазрушение страны. Тогда, в начале 2000-х, я преследовал единственную цель – максимально укрепить власть, но пропустил поворот, где нужно было укрепить альтернативу». При нем появились самые ужасные элементы черного пиара во время выборов. Потом второй политтехнолог, уже наш, Аббас Галямов, часто критикует российскую власть за давление на СМИ, за отсутствие свободы слова. И при этом мы помним другого Аббаса, когда он работал в команде Хамитова, он непосредственно участвовал в давлении на наши СМИ, в сборе газеты «Бонус», отчитывался об этом, как вы помните. А сейчас критикует такую позицию. И вы, и вот вы, тоже политтехнолог, работали в команде Хамитова, участвовали во многих выборах, и, скорее всего, тоже все сделали для того, чтобы результаты на выборах были те, которые вам нужны. И, возможно, не всегда приличными способами. У меня такое впечатление, что у российских политтехнологов нет внутренней цензуры, и для них самое главное убеждение для победы все средства хороши. Вот хочу задать вам вопрос. Вам как-то неудобно бывает? Вы сожалеете, что вы участвовали и в команде Хамитова во власти, в создании имиджа Хамитова, и участвовали в выборах, и, скорее всего, вот такие вот не очень приличные вещи вы тоже творили в свое время? Ну, тут есть психологический аспект. Все негодяи оправдывают свои действия необходимостью. Ну, да. То есть, начиная с солдатов вермахта, которым приказали, и заканчивая Аббасом Галямовым, который тоже за это получал зарплату. Я ни в коей мере их не сравниваю, конечно. Во-первых, масштабы не те. Но психологически это одно и то же. Во-первых, есть такой синдром стороны, когда человек критикует власти, а потом раз и взяли туда. И он начинает смотреть на это совершенно с другой стороны. Изнутри, да. И, естественно, срабатывает некий инстинкт самосохранения. Но я ни в коей мере там не оправдываюсь. Дело в том, что на том этапе, когда я участвовал в выборах в начале своей работы в команде Хамитова, безусловно, для меня это был некий этап обучения. То есть я там не был ключевой фигурой. То есть имеется в виду, что я не генерировал каких-то идей. И потому тут моя совесть достаточно чиста, в том смысле, что я их хотя бы не придумывал. То есть, конечно, Аббас был действительно генератором идей, не всегда приличных, не всегда каких-то честных. Ну, вот как было, так было. То есть вы умудрились оставаться чистым? Ну, это сложный вопрос. То есть само по себе участие в этих процессах, конечно, человека не красят. Я имею в виду, что там греха таить. Я работал тогда заместителем руководителя избирательного штаба партии «Единая Россия», это вот 11-й год. То есть это был мой первый такой масштабный опыт на выборах. Мне достаточно высокая должность. Ну, ввиду того, что я был помощником руководителя администрации, потому она как бы автоматически так и случилась. Но это точно был опыт, во-первых, понимания процессов. С тех пор они, правда, немножко изменились. Ну, да, я не снимаю с себя некой ответственности за то, что творилось на тех выборах. То есть они не были тоже кристально чистыми, это безусловно. Ну, зато тогда я для себя увидел, как это работает, в принципе. А способность политтехнологов уже будем обобщать, да, потому что бы не иметь внутренней цензуры и не винить себя в таких вещах, ну, это, конечно, ну, как бы, во-первых, профессиональная деформация. Во-вторых, вот эти вот либеральные разговорчики Аббаса, Павловского и, между прочим, например, Мурзагулова, тоже они в узком кругу, они же все яростные либералы, они за свободу, они за свободу, они все за свободу, они все там за равенство и братство, но это никак не отменяет, например, нежные заботы о собственных карманах, да, при этом, ну, как правило, за государственный счет. Соответственно, это вот та самая Микрия, но неприлично быть демоном, например, там, в узком кругу друзей, да, если, еще раз, эта власть, она не за идею, это власть за деньги. То есть у них во главе угла деньги. Соответственно... Но политехнолог тоже за деньги. Конечно, да, ну, политехнолог – это работа, и, пожалуй, там, ну, какая-нибудь, например, третья древнейшая, да, вот, в том смысле, что это, правда, работа по найму, исполнение не самых, ну, приятных и не самых приличных, на самом деле, функций. Когда, ну, я сталкивался вот по этой практике, когда, ну, нужно из совершенно негодного человека сделать вполне себе годного, по крайней мере, публично. То есть, и ты видишь, что это, ну, не очень подходящий человек, на самом деле, для, там, работы депутатом, тем более, например, депутатом Государственной Думы. Ну, задача поставлена, и вот мы его, условно говоря, накрасили, подправили, значит, посадили на стульчик, выпрямили спинку, и вдруг он, ну, в кадре, условно говоря, выглядит приличнее, чем он есть на самом деле. Ну, конечно, наверное, этим гордиться нельзя, но это, как любая режиссура, это вот такая вот игра. Вы участвовали, были руководителем предвыборного штаба «Барабаш». Владимира «Барабаша» на выборах главы республики Башкортостан. Вы же знали, что он спойлер? Ну, судом доказано, что спойлером являлась только Гайсина, в отношении «Барабаша» подобного, да, разбирательства не было, но я, конечно, понимал, что шансов, ну, скажем, очевидных шансов на победу нет, но дело в том, что в выборных процессах иногда люди участвуют не только для того, чтобы победить, некоторые пытаются набраться опыта, некоторые действительно создают фон для кого-то, кто-то преследует, ну, например, какие-то цели дальнейшие, то есть хорошо показавшись на выборах и поучаствовав в них, человек, ну, несколько меняет свою позицию там в политическом раскладе, то есть целей и задач бывает много, на самом деле нет тут черного и белого, чтобы или победить, или, там, умереть, да? Ну, я лично себе отдавал отчет, что Володя, как бы, ну, действительно, наверное, главой республики не станет, и понимал, что, ну, по крайней мере, мы откровенно об этом говорили, что для него это некий тренинг и некий процесс вхождения в команду Хабирова, если он говорит. То есть это была должность руководителя СПЧ, это то, о чем он мечтал? Безусловно, нет. Ну, теперь понимаю, что, в общем-то... Он отказался в Госдуме идти, во всяком случае, так заявил. Да, я знаю, мы на днях с ним разговаривали, и дело не в том, что он отказался, он понял, что даже, на самом деле, у него теперь нет шансов даже попробовать, и такова нынешняя конструкция в республике. То есть он попал в какую-то немилость? Нет. Дело в том, что вот из этих трех сценариев, которые сейчас рассматриваются, для Башкирии предложен сценарий электорального донорства, электоральной доблести, и нам приходит такая негласная разнарядка о том, что Единая Россия в Башкирии должна набрать 75 плюс процентов, то есть свыше 75, а желательно 80 процентов. На этом фоне Барабашу неприлично идти, скажем, от Единой России на выборы, ОНФ в выборах напрямую участвовать не будет, ну и вот, в общем-то, собственно, и все. То есть времени пришло для Барабаш? Я думаю, что нет еще. Поговорим о башкирской повестке. Недавно созданное общественное движение «Республика» объявили своей главной целью отставку Хабирова. Хабиров должен оставить пост главы республики Башкортостан. Официальный Кремль должен взять это на контроль и дать народу республики возможность выбрать нового нормального главу Башкортостана. Как вы думаете, в условиях отрицательного кадрового отбора глав регионов в России есть смысл в отставке Хабирова? Мы же видим, был Хамитов, был Хабиров, они же в чем-то похожи, да, в своем главном убеждении, угождении президенту, а не, собственно, избирателю. Вот, они же все одинаковые. Смысл какой в отставке Хабирова? Ну, начну с конца. Во-первых, они никогда не опровергали, не отрицали интересов избирателей, только проблема в том, что у них один избиратель, Владимир Путин. А ему они угождают в полной мере. Мы не их избиратели, вот по-настоящему. То есть, по букве закона, может быть, мы формально и получили эти бюллетни, а на самом деле это ничего не значит. Вот, это во-первых. Во-вторых, целесообразность отставки Хабирова, простите, безусловно, существует ввиду того, что не он плох настолько, что его нужно убирать срочно, это не проблема номер один, а у него не получилась команда. А это уже несет разрушительный эффект для всей республики. То есть, царь хороший боярик, плохий? Нет, царь нехороший, царь никакой. Но вот у меня больше претензий не к нему, как к управленцу, а претензий к тому, кого он собрал. Это все равно претензия к нему, конечно же. Конечно, это его. Но качество того, кого он собрал, оно просто не выдерживает никакой критики. И, соответственно, тут мы видим процессы деградации в республике исключительно быстро, потому что обычно в таких процессах, ну, линейность, она такая очень небыстрая, то есть, это не сразу видно. Мы сейчас видим очень быстро, как мы проваливаемся. И это говорит о том, что вот эта отрицательная эффективность команды, она очень высока. То есть, они разрушают очень быстро все. Вот в этом основная претензия. И потому, да, конечно, желательно, чтобы, как бы, Хабирова у нас не было чем быстрее, тем лучше. Для республики. Да. Каких основных политических акторов, способных расшевелить наше инерное общество, способных на какие-то изменения в республике, вы видите? Если они есть, способны ли они действовать сообща? Ну, значит, у нас есть два основных фактора, которые способны изменить отношение населения к власти достаточно быстро. Это холодильник и Баш-РТС. Вот эти две силы. Это, ну, не политические силы, прямо скажем так. Вот. Но именно эти факторы могут... Никакие вот эти республики, советы старейшин и прочие, значит, эти вновь созданные организации, которые зачастую искусственно созданные, они, конечно, не способны особенно влиять. И даже штаб Навального может быть только неким, ну, как бы, таким стимулирующим катализатором, да, то есть, который вот ускорит, может быть, где-то что-то организует, да, то есть, вот это вот заявит, там, объявит и прочее. Но именно экономические факторы повлияют на отношение населения и влияют уже. Ну, на третьем месте я бы поставил экологические факторы. Они вот, правда, на периферии, но, к моему удивлению, очень сильно работают на периферии республики. То есть, в районах, на удивление, сейчас мощное движение. То есть, вы рассчитываете на самоорганизацию населения, народа, да? Нет, конечно, не рассчитываю. А кто их возглавит? Вот вопрос того, кто подхватит вот эту энергию, кто ее начнет канализировать в нужном направлении, или ненужном, кстати, тоже возможно, да, вот это хороший вопрос. К сожалению, у населения выработалось тотальное, огромное недоверие, в принципе, к политическим лидерам. То есть, вне номинально. То есть, население в среднем не доверяет ни парламентским партиям, ни представителям оппозиции, да. То есть, вот это удивительное, но абсолютно закономерное отношение, которое в последние 30 лет, это вот синкразия выработалась, она, ну, как бы, они сами ее выработали. То есть, если бы они пытались вызывать положительные эмоции, пытались вносить конструктивную... А не имеете в виду партии, оппозиция? Да, я имею в виду реальные профессиональные политические силы. То есть, даже яблоко, которое, казалось бы, ну, вроде как самое милое либеральному сердцу, или хотя бы хоть сколько-нибудь разумному человеку, уже вызывает, ну, очевидное раздражение. То есть, ну, я уж не говорю про последние заявления Явлинского, это уж совсем, как бы, какая-то реинкарнация и позор, но и до этого тоже все было плохо. Да, да, было такое. За неполный месяц в республике власти инициировали два достаточно конфликтных события. Первое – это введение ковидных паспортов. Слава богу, он не был принятый из-за отрицательной оценки федеральных экспертов. Ну, и слияние двух вузов. Основная идея, вернее, власть, как всегда, ничего не объясняет. Хабиров уже сообщает, решение будет принято, и оно должно быть исполнено. Профессорский преподаватель состав против, категорически против. Ректоры вначале вроде бы были против, но после, я так слышала, жесткой беседы с ними, вдруг стали «за». Единственный аргумент власти республики – объединенный вуз будет иметь возможность попасть в мировые рейтинги. Но, например, Стэнфордский университет, там учатся 19 тысяч студентов. В АЖГУ учатся 30 тысяч студентов. Многие говорят, что в этом слиянии есть какая-то другая причина, а никакие не добрые помыслы попасть в мировые рейтинги. Что вот «Вилами на воде» написано, конечно. Вот какие истинные цели этого слияния, на ваш взгляд? Ну, про ковидные паспорта говорить не будем. Конечно. Это был очередной холостой выстрел Саши Сидякина. Ну, ладно. А вот по поводу объединения вузов, да. Мне вообще, честно говоря, пока отступая от этой темы, есть такое ощущение, что ничего кроме скандалов и конфликтов в промышленном масштабе эта команда производить не умеет. То есть, какая бы инициатива ни прозвучала, это всегда конфликт, скандал, это, значит, какие-то разборки и дальше, значит, вот такая вот нездоровая нервозная ситуация. Да, да. Это меня подводит к мысли о том, что, ну, во-первых, есть интересанты, подобные атмосферы, потому что есть такие специалисты, которые могут существовать только в условиях конфликта. Я говорю, безусловно, о господине Мурзагуеве, то есть для него конфликт – это питательная среда, где он проявляет свои возможности и доказывает своему начальству свою нужность. Вы же не думаете, что, например, в вопросе слияния Мурзагуев? Нет, в вопросе слияния с Лужев – это я просто отступил от темы философства о том, почему у нас так много конфликтов, почему у нас все конфликты. Вот что, куда мы не сунемся, везде конфликты. То есть, ничем мирно не можем не договориться, даже в некоторых вещах, в которых, в принципе, можно было бы обойтись вообще без каких-то вот… Но теперь про ВУЗы. Ну вот, согласен, что логика укрупнения ВУЗов, как там усиление их в итоге, она, конечно, не выдерживает никакой критики. И действительно, лучшие ВУЗы мира – это ВУЗы, которые поменьше, чем Башкирский государственный университет. Тут вопрос управления. Может быть, надо пересмотреть управление, может быть, надо пересмотреть подходы по номенклатуре обучения, да, то есть профессии, которые дают ВУЗ еще. Ну, то есть я не работник высшей школы, я не буду давать советов профессуре и академикам, но пошли не с той стороны. То, что тому же господину Сидякину, ну и Хабирову тоже, необходимо некое федеральное достижение, это совершенно очевидно. Они долго думали, что бы сделать такого, что бы попасть в список тех, кто что-то федеральное сделал. Прошло два года, ничего не сделано, ничего серьезного, масштабного не произошло. То есть республика тихо варится в своих тут местечковых проблемах, да, там, здесь дорогу построили, там, здесь мост строим, значит, тут комсомольскую разбомбили. Тут не построили. Это все мелочи, то есть федералы этого, конечно, не видят, то есть им нужен федеральный подвиг. Ну, а больше федеральную повестку мы попадаем со своими скандалами. Да, ну, к сожалению. И РКБ, и Кушталы. Теперь дальше, значит, хорошо, а вот, ну, как бы сделали это разумные люди, или, по крайней мере, как мне это представляется. Сначала надо было поговорить с профессурой, сначала нужно было это обсудить в академических кругах. Я точно знаю, что они выявили бы массу проблем в обоих вузах, ну, без этого не бывает. И вот, предложив решение этих проблем через объединение, они бы, например, ну, точно избавились от проблемы вот этого восстания этих, значит, доцентов, да, которые у них еще впереди, на самом деле. Они этого не понимают. Ну, доктора наук, которые выступают против объединения, достаточно убедительные. Они как раз-то все объясняют, что это будет неправильно. Тут есть еще одна проблема. Те, кто этим занимаются, люди глубоко необразованные, они не понимают сути высшей школы. Ну, что может понимать в высшем образовании господин Сидякин, который там закончил неизвестно где институт, неизвестно какую тему. Вот. А тему его диссертации мы тоже знаем, и мы громко смеемся, когда ее читаем, да. То есть, ну, вот, соответственно, это не те люди, которые занимаются не теми вещами. Не дай бог, если завтра Хабиров пошлет реформировать какую-нибудь центральную городскую клиническую больницу Сидякина, он что, за скальпель возьмется? Наверное. Нет, я просто, я пугаюсь этой перспективой. Так вот, и, соответственно, теперь о мотивах. Ну, кроме того, что им нужен федеральный подвиг, то есть мы объединили, укрупнили вузы, смотрите, бла-бла-бла, федеральный обучающий центр. И, в принципе, получение рейтингов – это вопрос времени. Это вообще не факт. Но самое главное, меня сегодня, я послушал отрывки вот этой встречи со СМИ, они опомнились. Оказывается, нужно СМИ было тоже объяснить это все. СМИ-то уже раскричались, да? Ну, у них телега сзади, вернее, спереди, лошадь сзади. И вот мне очень понравилась фраза этого Барданова о том, что, ну, во-первых, мы выбрали эти вузы только потому, что они в одной подведомственности. А если бы у него в зоопарке жила лошадь и тигр, он бы их тоже в одну клетку посадил? У них была сначала идея объединить БГПУ и БГУ, но БГПУ в Министерстве просвещения, а БГУ в Министерстве науки. И БГПУ, конечно, вздохнули с увлечением, как бы им повезло. Это же не значит, что нужно объединить что-нибудь, что попалось под руку. Но самое главное, что меня резануло в выступлении вот этого вот нашего политического деятеля, да, с позволения сказать, это то, что он проговорился на тему того, что когда Кельсенбаев шумел, что решение принято, а Барданов сказал, что мы находимся среди претендентов на это решение. Сейчас запущена новая программа, конкуренция очень большая и жесткая. Мы претендуем на самый большой грант в этой программе, на создание университета мирового уровня. Вот это очень важный момент. То есть, что Башкирия – одна из претендующих территорий на объединение вузов. То есть, на самом деле, на федеральном уровне решение не принято. Подождите, на Бреста федеральный чиновник сказал, что эта идея была инициативой башкирских чиновников. Безусловно, безусловно. То есть, вот эта мантра о том, что решение принято, его нужно исполнять – это, простите, вранье. То есть, кем оно принято? Бардановым, Хабировым? Да нет, конечно. То есть, Министерство просвещения и Министерство науки, в данном случае Министерство науки, конечно, так вот с опаской наблюдают за тем, что сейчас происходит в Башкирии. То есть, они сейчас оценят степень вот этого напряжения и целесообразности вообще. Кроме всего прочего, вот как с 450-летием Уфы, так же с объединением вузов. В Москве люди сидят немножко более рациональные и несколько более образованные, чем наша вот ГОП-СТОП-компания. Они им говорят простую вещь – ребята, вы принесите план. Нет, все здорово, вы молодцы, это хорошая идея. Но на идею мы деньги точно не даем. А они как себя чувствуют Наполеонами? Главное – обязаться в бой. Да, абсолютно. Для них вот этот конфликт, вот эти вот разборки, они – это питательная среда. А там говорят – план принесите. А вот с планами у них вообще напряженка. То есть, они обоснованной какой-то концепцией написать еще ни разу не смогли. Соответственно, все это пока болтовня. В принципе, чтобы они не начинали, все заканчивается скандалом. Вот с этого мы начали. Как раз я хотела у вас спросить. Глава Башкортостана, вот Хабиров, более 20 лет уже в политике, если я не ошибаюсь. Почему он совершает одни и те же ошибки? Я вот сейчас говорю про его фразу «Усколобые провокаторы против объединения». Я принял решение, цитата, да. И это напоминает мне Куштау. Хочу процитировать его оттуда. Куштау будет разрабатываться и бесполезно меня ломать, подкупать журналистов-националистов. Там были журналисты купленные и националисты, тут «Усколобые провокаторы». Почему одна и та же риторика? Почему одни и те же ошибки? Разумный человек же работу над ошибками же должен проводить? Разве нет? Ну, разумный должен. Ну, отвечая на ваш вопрос, Хабиров не был в политике ни одного дня из тех 20 лет, которые он проработал там где-то там, вернее, ну не 20, а 10 лет, которые он проработал в Москве и предыдущий период времени, когда он работал главой администрации. На самом деле тогда он никогда не был публичным политиком. Да, он был большим начальником, он был администратором неких процессов, он был там теневым руководителем всяких, значит, проектов, но он никогда не был под софитами. То есть он не был человеком, который воспринимается как источник собственного мнения и который подвергается какой-то критике или обсуждению. И это вот то, что Хабиров не был никогда в политике сам лично, очень четко видно по его поведению, по его как бы манере и прочее. Люди, ну, как бы помягче сказать, более прозорливые, так скажем, да. Вот, например, Хамитов перед тем, как прийти и стать, он тоже не был публичным политиком никогда. Ну, был однажды там депутатом Верховного Совета, но это было так давно и ситуация была другая. Так вот, перед тем, как прийти, он всерьез позанимался со специалистами. Он консультировался, он занимался речью, он занимался всевозможными вещами, то есть, ну, имидж, облик и так далее. Это обычная практика для нормального человека, входящего в политику или там пытающегося улучшить свою ситуацию. Недостаточно носить хороший костюм от итальянского модельера. Этого недостаточно, чтобы выглядеть политиком. Ну, и многие так поступали, собственно, правильно поступали, понимая, осознавая свои дефекты, свои проблемы, там, проблемы, там, не только внешнего вида, но и, как бы, и дикции, и, там, в конце концов, простите, интеллекта. Нужно заниматься, нужно улучшаться, тогда ты станешь, ну, хотя бы похож на политика. Ну, это к вопросу уже, я вот все о своем, о профессиональном. То есть, ну, Ирик Елалов яркий пример того, как человек, ну, улучшил свой имидж внешний и внутренний и так далее. То есть, здесь Хабиров слишком самонадеян был, и он полагал, что да, он в политике, так же, как вывод, он полагал, что он 20 лет в политике. На самом деле это не так. И вот он в нее попал, в эту политику. Ну, уже два года. Два года – достаточный срок. Да, даже вот в августе было Куштал, и до этого было РКБ, потом Куштал, сейчас объединение вузов. Неужели вот эти все три достаточно серьезных конфликтных точки, два предыдущих, ничему не научили? Ну, это уже вот вопросы к неким интеллектуальным способностям, к способностям адаптироваться, способностям признавать ошибки. С этим тоже большие проблемы. Да, признавать ошибки. Это нужно, ну, одно дело, там, под дождем с мегафоном, пожалуйста, пожалуйста, разойдитесь. Это не признание ошибок, это, ну, тушение пожара, причем еще и по указке сверху. А вот осознание, анализ, а простите, кто будет делать анализ этих всех вещей? Барданов, что ли? Ну, да, если я ответил. Может, Кельсинбаев там способен к анализу? То есть, извините, я указываю на прямую. И способен высказывать иное мнение, отечественное от Хабировского. Да, ведь начальство, оно же такая странная штука. Есть такие начальники, которым нельзя говорить, что что-то неправильно они делают, потому что у них виноваты подчиненные. Есть нормальные начальники и руководители, и главы, которые понимают, что случилось что-то неправильно, и хотят понять причину. Тут, наверное, вопрос вот в этом желании. То есть, если он не хочет понять, в чем причина этого провала, просто его отрицают. Почему они не будут рисковать? Да, конечно, да, потому что, ну, сейчас вот придет к нему, там, какой-нибудь там Барданов с Мурзагулом и говорит, вот, Радь Фаридович, мы ошиблись. Мы, это же очень важно, мы ошиблись, и вы, и мы. И мы сделали все неправильно, вот нам надо понять, как что это произошло, чтобы у нас больше так не получилось. Ну, на это они точно не способны. То есть, они будут выдумывать всякие мифы, Мурзагул до сих пор что-то лепечет про Вахабитов, которые его там, на него, видимо, они во сне его окружают, там, и душат подушкой. То есть, ну, они до сих пор, многие стоят на той ситуации, позиции, которые они с чего начали. То есть, выводов никто не сделал. Неспособность никакой к критическому анализу, абсолютно. По результатам 2020 года Роснефть, компания Роснефть показала прибыль 147 миллиардов долларов. Ой, рублей, конечно. Чуть ли не единственные из мировых гигантов. Большинство из них показали убыток. Но при этом дочернее предприятие Роснефть, наш АНК «Башнефть» показал 11 миллиардов рублей убытков. За последние 10 лет это самая плохая ситуация. Эксперты объясняют это тем, что по сделке ОПЕК нужно было сократить добычу. И все сокращение Роснефть решил через «Башнефть». «Башнефть» сократила добычу на 24%, а «Роснефть» сама на 11%. При этом «Татнефть» на 14%, «Лукоил» на 10%. То есть, получается, при этом, я хочу еще дать справку, за 2019 год «Башнефть» получила около 60 миллиардов прибыли. Вот, и в связи с этим у меня вопрос, насколько, вот, так как мы получили убыток, вернее, не мы, а «Башнефть» получила убыток, конечно, мы не увидим дивиденды от чистой прибыли, не распределять дивиденды. В связи с этим вопрос, почему же республика, которая владеет 25% АНК «Башнефть» в роли такой «золушки», не родной вот такого дитя? Все не так, на самом деле, однозначно. Во-первых, не только «Башнефть» была, ну, вот, выведена в число тех, кто будет, вот, сокращен по этой сделке ОПЕК. Пять регионов крупных пострадали, но Башкирия, конечно, особенно пострадала, это так. Но основное сокращение как раз на «Башнефть» и пришло. Но я бы, конечно, мог предположить, что это некий, как бы, там, ответ Игоря Ивановича Сечина на то, что Башкирию местное руководство считает дойной коровой и говорит об этом, да? То есть тот же самый Мурзагулов говорил, что «Башнефть» – это дойная корова для нас. То есть, ну, это вот, это как минимум невежливо. Но, на самом деле, скорее всего, конечно, Игорь Иванович несколько иного масштаба человек, и я не думаю, что он обратил внимание на вот это вот тявканье где-то внизу, да? Но руководитель региона. Это было, конечно, неприлично. То есть мы констатируем, что руководитель региона и его подчиненные ведут себя неприлично в отношении крупнейшего налогоплательщика и, собственно, предприятия, которым в определенном смысле владеет, и Башкирия тоже, подобные отношения, наверное, не располагают, ну, к самому, там, теплым взаимоотношениям. И когда наступил момент распределения, кому сколько урезать, ну, то есть, на самом деле, ведь было так, когда сделка ОПЕК была акцептована, стал вопрос, ну, у кого сокращать будем и сколько, да? И вот эти дяди в хороших пиджаках собрались, сели за какой-то стол и стали решать. Этих не жалко. И вот, да, в этот момент, может быть, и сыграла эмоциональная вот эта вот составляющая, когда, ну, когда, а эти себя еще так неприлично вели перед этим. Не хотим быть дойной коровой, решили они. Да, да, ну вот вам, пожалуйста, и дойная корова, которая не дает молока, да? Это во-первых. Во-вторых, ну, надо понимать, что настороженность федеральных крупных игроков и большого бизнеса в отношении Республики Башкортостан, она нарастает. То есть, вот, когда случилось с Куштау, многие, кто вот только собирался завязаться на какие-то экономические процессы в Башкирии, сразу же отказались от этой идеи. Понимая нестабильность руководства, понимая непредсказуемость их поведения и прочее, прочее. То есть, тут, наверное... Ну, и неумение решать проблему. Конечно, и неумение, и нежелание, и прочее. То есть, тут некий комплекс большой проблем. Я, конечно, ну, как и вы, скорблю на тему того, что мы не получим, наверное, не получим дивиденды, хотя экономисты говорят, что есть некая модель, когда материнская компания неким образом, ну, компенсирует вот эти... Ну, это вопрос переговоров. Это вопрос переговоров. К сожалению, у нас не с кем переговоры вести. То есть, если бы... Председатель правительства. ...часть башкирского вот этого, значит, правительства и руководства, которое, ну, так или иначе, входит там в совет директоров, если бы они там заняли активную позицию, то да. Но мы же не видим этого. Ситуация же на БСК тоже была. Помните, Хабиров говорил о том, что мы никак не можем повлиять на решение БСК, имея, владея 38%, если не ошибаюсь, так ведь? И 25% достаточный пакет для того, чтобы иметь, ну, свой голос в совет директоров. Нет, как минимум, право голоса. Право голоса. То есть, может быть, не право там блокирования решений или принятия решений, но если бы... Ну, 25% вроде бы имеет право. Нет, ну, речь идет о том, что, ну, как бы, все равно есть понятие большинства и прочее, в конце концов, это тоже дочернее предприятие Роснефти и прочее, прочее. Но помалкивать, а потом упрекать в том, что, ну, вот так произошло, они ведь могли бы начать эти переговоры и в том числе в Кремле. Вот мы вот эти, знаем же, басни о том, какое неимоверное влияние имеет Радий Фаридович там в Кремле, да, то есть просто, ну, какое-то демоническое. Но почему же тогда он не применил это влияние, когда решение-то принималось? Почему он не начал бить колокола и говорить, алло, как так, подождите, Башкирия, значит, почему хуже всех? Где вот это вот огромное влияние в Кремле вот это? В принципе, Роснефть сигналы же подавал еще в 19-м году, вы помните, Фонд социального развития региона, вместо 4 миллиардов, я так понимаю, 3 миллиарда они дали, уменьшили на миллиард, да? А хотя 19-й год вполне приличный, ну, в начало 20-го года тоже он был вполне нормальный, да. Ну, сигнал был, но вовремя не принятые меры. Это опять неспособность разговаривать, неспособность договариваться. Ну, еще тут, наверное, надо задумываться, если уж мы так глубоко анализируем психотип наших руководителей республики, то нужно задуматься о цели полагания. А они вообще зачем? Они зачем сюда пришли? То есть, когда мне говорят, что там Саша Сидякин хочет возглавить новый ВУЗ, я смеюсь в голос. Это неправда. То есть, уж кто-кто, а он точно не планирует здесь оставаться. Саша Сидякин планирует быть губернатором. Губернатором Барнео, я думаю, да? Как в известной книге. Ни больше, ни меньше. Конечно, нет у него таких шансов, безусловно. То есть, у них простые, понятные амбиции про деньги. То есть, они не думают о каких-то дальних перспективах, там, налаживании взаимоотношений, сложных процессах, там. И прочее. А потом ведь к Сечину нужно идти просить, а не там ставить ультиматумы. А вот просить они не умеют. То есть, съездили вот в Москву сейчас, ничего не выпросили. Вот ведь беда. Мы издаем популярное издание в республике про Уфу и бонус. Своей основной миссией мы видим изменение сознания общества через критическое осмысление происходящего. Мы хотим, чтобы люди больше участвовали в политических процессах. Но нас властимущие пропагандисты всячески пытаются назвать оппозиционерами. Мы, конечно, не оппозиция. Мы, конечно, просто независимые издания, которые декларируют принципы честной журналистики. Оппозиция, на мой взгляд, стремится к власти, стремится к смене режима. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вы оппозиционер? Вот я только, слушая вас, задумался, что действительно, классическое понятие оппозиции – это некая политическая сила, которая считает себя альтернативой, условно говоря, правящей силе политической. И которая в своей диалектике стремится к тому, чтобы заменить собою существующий ныне режим. Безусловно, в этом смысле вы не попадаете под такую категорию. Хотя потому, что СМИ – это некий предаток политической силы, если оно оппозиционное СМИ. То есть это всегда предаток какой-то политической структуры. Я не согласна, мы не оппозиционное СМИ. Нет, вот я и говорю о том, что, а так как вы не являетесь предатком какой-то политической силы, то тут об этом говорить просто нелепо. А по поводу того, что являюсь ли я оппозиционером, ну, в том смысле, что я понимаю, как нужно делать некоторые вещи, и вижу, что они делаются неправильно. И в том смысле, что если бы мне представилась возможность их делать, то я бы их делал по-другому – да. В этом смысле – да. А в том смысле, что хочу ли я там попасть во власть и ей упиваться, нашлаждаться и пользоваться, то вот теперь уже, пожалуй, нет. Я подожду некоторое время, потому что нынешняя власть… Теперь уже в команду Хабирова вы не хотите попасть. Вы могли бы, может быть, изменить ситуацию изнутри? Я думаю, что нет. То есть, вот настолько поняв, из чего она состоит, ну, есть же понятие, что один в поле не воин, да, то есть, если там 500 Бардановых и один, то нет, конечно, да. А их там 500, понимаете, да, то есть, все Бардановые республики Башкортостан собраны в одном месте. Да. То есть, соответственно, как бы вот такой амбиции попасть в там команду Хабирова, безусловно, точно нет. И упаси Боже. И многих я предостерег бы от того, что потому что, ну, на излете этой всей команды попасть туда, это значит не отмыться больше никогда. Вот. А уж, ну, как бы дальше видно будет. А у вас нет усталости вот от ваших, вы больше пяти лет, мне кажется, в такой оппозиции находитесь, еще во времена Хамитова это было, нет некой усталости, что дальше, вот как вы видите? Ну, усталость, она периодически бывает, как у всех нормальных людей, но вот то, что я вот как бы общаюсь с людьми там, и то, что я вижу обратную связь, и когда я понимаю, что, ну, люди говорят, что это очень нужно, вот это меня как-то немножко это бодрит и объясняет мне, что это, ну, как бы бросать нельзя. Но усталость, она время от времени у всех бывает, да. Конечно. Ваш ютуб-канал «Открытая политика», на мой взгляд, очень сильно раздражает башкирские власти, вот, но при этом это один из самых популярных ютуб-каналов, у вас 25 тысяч, более 25 тысяч преданных зрителей. Ютуб-канал существует за счет пожертвований. Вот я хочу задать вам неудобный вопрос. Сколько вам удается в месяц собрать пожертвований, если не секрет? Нет, этот вопрос снимается, потому что, ну, во-первых, это неприлично, во-вторых, мы никогда не оглашаем этих цифр. Единственное, что могу сказать, что это, безусловно, недостаточная сумма для содержания канала. То есть канал не содержится за счет вот только этих пожертвований. То есть я, как бы, сам лично содержу канал, ну, условно говоря, добавляю те деньги, которые необходимы для его функционирования. То, что приходит от вот той рекламы, которую ютуб там размещает, или от пожертвований, к сожалению, ну, сильно-сильно недостаточно на содержание. То есть те люди, которые с удовольствием читают, да, слушают, смотрят ваши передачи, ваши программы, то есть не готовы платить за вашу работу? Ну, да, этот момент я много обсуждал, там, и с коллегами, там, и с людьми из этой среды. Действительно, такой феномен, что получая что-то полезное и говоря даже об этом, то есть люди говорят, ну, как бы пишут многие, что спасибо, это очень важно, это очень полезно. Вот мы, наконец-то, поняли вот это. Многие за какой-то помощью обращаются. То есть, ну, бывает мы иногда прям вот, ну, у нас огромная почта, то есть мы, конечно, каждый не можем вопрос решать, но что-то мы иногда выхватываем, там, какую-то проблему решаем, пытаемся там донести. Мы сами не решаем, мы пытаемся только ее вытащить. Люди видят, а вот они при этом не понимают, что, ну, это некий продукт, который, ну, тоже стоит каких-то денег. Да, нужен труд. Да, туда нужно, ну, его нужно финансировать, нужно платить людям зарплату за технику и прочее. Вот это, к сожалению, на ум не приходит. В завершение я хотела спросить вас, что для вас свобода, Андрей Сергеевич? Уф, ну, не могу сказать неожиданный вопрос, но для меня, в первую очередь, свобода – это не делать ничего, если я ничего не хочу делать, это перемещаться туда, куда я хочу перемещаться вот прямо сейчас, да. То есть вот эта вот пандемийная история, как раз она вот прямо в этом смысле по мне ударила, потому что я люблю путешествовать, и когда я понял, что я, ну, не то, что меня запретили, а мне нельзя, я не могу. То есть технически не могу. Вот это, конечно, не свобода. Вот свобода, там, получать информацию, которую я хочу. И свобода – это понимать, что я получаю всю информацию, а не только ее часть, и не могу различить, где правда, где неправда. Вот примерно так. Свобода выразит свое мнение. Ну, безусловно, конечно. Свобода – выйти на мирные митинги. Можно найти много этих определений, то есть у каждого, конечно, свое, это как любовь, да, у каждого своя. То есть у кого-то совершенно не нужно там путешествовать или ходить на митинги, но он все равно будет свою свободу иметь. Это очень сложное понятие. Спасибо, Андрей Сергеевич, за интересную беседу. Уважаемые зрители, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Для журналистов нашей редакции очень важна ваша поддержка. Спасибо. Вам всем добра и справедливости.